Сотрудники соцзащиты Волшебная елка стоит в холле дома правительства. На ней, кроме игрушек и гирлянд, есть открытки с желанием маленьких ульяновцев. Все помощники Деда Мороза должны взять письмо наугад. Здесь вы видите, как традиционно, нет никаких надписей, подсказок. Здесь все как что, где, когда. Там вот вопрос, ответ в ваших руках. Давайте приступим к тому, чтобы начать прикасаться к доброму, любимому вечеру. На торжественном открытии акции губернатор Сергей Морозов захотел исполнить не одно, а сразу несколько желаний. Значит, так вот, у меня большая семья. Итак, сразу три мечты хотите выполнить у детей? Позаводский район. Юля, 10 лет. И две сестренки Софии и Надежда, 7 и 5 лет. Замечательно. А что, не желаю Сергею Ивановичу получить подарок? Секрет. Николаевский район. 10 лет. Анастасия. Какой хороший, красивый набор подарков. И Сурский район. Максим, 13 лет. Я это выполню. Спасибо. Я переговорю с Дедом Морозом. Министр культуры Евгения Сидорова хочет поскорее подарить волшебство своему подопечному. Для того, чтобы выбрать самый лучший подарок для 7-летнего Артема, министр хочет обратиться за помощью к своему крестнику. Думаю, что мой крестник, которому тоже 7 лет, мне подскажет, как правильно сориентироваться в этой ситуации и как правильно разговаривать с Дедом Морозом, чтобы было понятно, что именно вот этот подарок хотел бы получить мальчик из Ульяновского района, которого зовут Артем. Советник губернатора Ольга Желтова тоже присоединилась к благотворительной акции. Мне сегодня с елки желаний досталось выполнить мечту Густовой Дарьи, которой 8 лет. Она проживает у нас в Индинском районе. Она хочет большую куклу. И, конечно, Дашенька 28 числа, 28 декабря получит эту куклу. И, надеюсь, она ей очень-очень понравится. 28 декабря состоится губернаторская елка, на которой Дед Мороз подарит ребятам долгожданные подарки. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ. Руслан Баталов. Новости Управды ТВ